Пока у них не все получается, хотя будущие потенциальные звездочки карате уже видны. Еще неуклюжие, не всегда собранные и сконцентрированные малыши-каратисты вдруг, как говорится, выдвигают из своих рядов резкого и точного бойца. Это было заметно уже на первом турнире. Оказалось, что дети некоторых 5-6 лет делают лучше, чем которые сейчас выступают с темными поясами, делают даже лучше. То есть, скажем так, ранние каратистские дети. Да, и вот один мальчик показал хорошие результаты, мы ему вручили желтый пояс, плюс он подарок специально получил. Да, есть на кого стоит посмотреть, это в принципе хорошо. Сенсей подчеркивает, ставка всегда должна делаться на детей. Во-первых, это будущее карате. Если еще недавно оно начиналось с 12-15 лет, то теперь в залы приходят четырехлетки. Пришлось трансформировать и систему преподавания с учетом особенностей уже детского, а не подросткового организма. И первые соревнования сезона – это детский турнир. Сегодняшние соревнования, они покажут, какой вектор, направление мы будем выбирать, и каких ребятишек мы будем более сильнее натаскивать на то, чтобы выступать в более других соревнованиях. Ну, например, в будущем у нас международный турнир, и потом еще будет первенство города по детям. Турнир состоит из двух частей – формальной комплексы «Кота» и свободный бой «Кумите». Понятно, что поединок сурово, но, скорее, заботливо ограничен правилами. Удар должен быть лишь обозначен. Его реальное, так сказать, донесение до тела – серьезнейшая ошибка. Поэтому «Кумите» идет насколько бескомпромиссно, настолько и безопасно. А пока малыши выясняют свои отношения, взрослые спортсмены готовятся к собственным турнирам. Мы сейчас готовимся к международному турниру и кубу Содружества. Мы сейчас будем взрослых направить именно туда. Президент Федерации Рамиль Сакаев всегда подчеркивает, он не ждет, что все маленькие бойцы останутся в рядах команды. Такого не бывает нигде. Но карате – хорошая общеразвивающая база для всех видов спорта. Уходят ребята в бокс, в гимнастику, в рукопашный бой, в легкую атлетику. И это правильно. У каждого в жизни и спорте свой путь. А карате – все возрасты покорны. Поэтому многие состоявшиеся спортсмены других видов, закончив карьеру, вновь приходят сюда. Приходят, потому что начав путь, надо пройти его до конца. Это закон жизни, закон карате.